Лекция по нектару преданности, его божественной милости, Аче Бхактивиданты, Свами Прабхупады, 4 января 1973 года в Бомбее, Индия. Потребность любить заложена в каждом. Это основной закон жизни. Невозможно жить никого не любя. Эта потребность есть в каждом живом существе. Потребность любить, по крайней мере, в дремлющем состоянии, есть даже у тигра, не говоря уже о людях. Единственное, чего нам недостает, это знание о том, на кого направить свою любовь, чтобы все стали счастливы. В наше время общество учит человека любить свою страну или семью, или самого себя. Но ничего не говорит о том, куда нужно приложить свою потребность любить, чтобы все могли стать счастливыми. Да, этого не хватает. Мы не можем обращаться к каждому и каждому с любовью служить. Как, например, людей очень привлекает гуманитарная деятельность. Они считают, что это великое служение человеческому обществу, это проявление великой любви к людям. Однако, как бы вы ни любили, допустим, сначала человек любит себя, свое собственное тело, например, ребенок. Он любит ради себя. Все, что ему не попадается, он хочет съесть. Он заботится о собственном удовлетворении. Затем, по мере того, как он растет, он начинает делиться пищей со своими младшими братьями, сестрами. Затем, когда он вырастает, он любит свою мать, отца, также своих друзей. Так можно продолжать. Мы можем любить наше общество, нашу общину, нацию или даже весь мир, всех людей. Но, тем не менее, эта любовь остается несовершенной. Она не всеобъемлюща. Например, в настоящее время во всех странах люди считают людей представителями своей нации, но не животных. Но истинный смысл слова «национальный» — это тот, кто родился в этой стране. На санскрите это называется праджа. Есть царь, раджа и праджа. Праджа — значит тот, кто родился праджа-эте. Каждый, кто родился в этой стране, в этом царстве, именуется праджей. И поэтому обязанность царя защищать всех праджей, не только людей, или моего брата, мою сестру, а не животных. Не коров, не козлов, не куриц. Нет, они тоже праджа. Но поскольку у людей нет сознания Кришны, они думают, что праджа относится только к людям. Это несовершенное знание. Однако, когда человек сознает Кришну, он любит каждого. Потому что он связан с Кришной, а Кришна говорит Сарва Йонишу Каунтея. Всем формам живых существ, всем видам жизни, матерью приходится материальная природа. А я — отец, дающий семя. Это истинный гуманизм. Если вы не относитесь ко всем живым существам одинаково, пандита самодаршина, вы не пандит. Пандитом не является тот, кто думает, что хороши только мои братья и отец, все остальные плохие. Это не пандит. Это сектанство. Это означает, что в наше время все лидеры — глупцы и негодяи. У них сектанское сознание. Я хороший, мой брат хороший, мой отец хороший, все остальные плохие. Национализм, коммунизм — вот что происходит. Но Кришна Бхакта не так смотрит на мир. Ему не хочется убивать даже муравья. Мригари. Он был охотником, и он не убивал животных сразу, оставляя их мучиться. Но когда он встретил народу Муни, он стал ващнавом, и после этого он не мог убить даже муравья. Прежний охотник, который убивал других животных и оставлял их мучиться, что приносило ему наслаждение. Такое пристрастное отношение не свойственно ващнаву. Ващнав — друг. Садху преданный является другом каждому. Сухридам, как Кришна, является другом каждому. Кришна говорит. Точно так же, его представитель является другом каждому. Как Кришна приходит, чтобы призвать всех падших душ домой, к Богу. Точно так же, его представитель, преданный, также обращается к каждому, пытаясь вернуть его домой, к Богу. Даже к животным. Чайтанья Махапрабху спас одну собаку. Группа Чайтанья Махапрабху шла в Джаганадхапури, и собака увязалась за преданными. И эта собака обрела спасение, потому что собака пошла за преданными. Есть много таких примеров. Так что там дальше, читай. В настоящее время общество учит человека любить свою страну или семью, или самого себя. Да, у нас есть эта склонность любить, но мы не знаем, как достичь совершенства в своей любви. Этого мы не знаем. Это совершенство достижимо, когда вы любите Кришну. Ачутейджя. Сарваханам ачутейджя. Пранупахаратча-джатим-дьяна. Сарваханам ачутейджя. Они не знают этого секрета. Но в действительности это факт. К примеру, я в старости путешествую по всему миру, чтобы помогать людям обретать счастье при помощи сознания Кришны. Не думайте, что мы любим только наших земляков, сограждан, индусов или бенгальцев, или мадрассов. Нет, мы любим каждого, даже животных. Но поскольку люди способны постичь философию Кришны, поэтому мы проводим собрания именно среди людей. Тем не менее, всякий раз, когда у нас появляется возможность, мы защищаем из животных. Мы даем им просадам. Мы не запрещаем, даже если животное придет сюда, чтобы послушать. Мы не запрещаем. Они тоже иногда слушают. Каждый может слушать. Даже если они не понимают, что такое Харе Кришна. Если вы громко повторяете Харе Кришна, даже муравьи и насекомые, которые слышат это, спасутся. Потому что этот духовный звук, он будет действовать на каждого. Например, огонь. Огонь будет действовать, человек вы или насекомый. Если вы коснетесь огня, он обожжет вас. Точно так же, Махамантра, Харе Кришна — это трансцендентная вибрация. Когда мы громко повторяем ее, каждый, кто это слышит, неважно, человек — это животное, дерево, насекомое, каждый услышит и получит благо. Это трансцендентный звук. Что говорить о трансцендентном звуке? Даже рокот в облаках, гроза — это тоже Кришна. Кришна говорит в Бхагавадгите. Шабдах ке паурушам нринам. У животного нет понимания, что это Кришна. Но человек, если он посещает сатсангу, если общается с преданными, он способен понять. Вот я пью воду, а в Бхагавадгите сказано «Расохамапсукаонтея». Кус воды — это Кришна. Он сразу же вспоминает Кришну. Это означает, что он тотчас же начинает общение с Кришной. Таков метод. Я помню, любым способом, когда вы слушаете о Кришне, вы общаетесь с Кришной. Вы повторяете имя Кришны, слушаете о Кришне. Вы общаетесь с Кришной. Вы пометуете с Мараном. Это тоже Кришна. Кришна говорит в Бхагавадгите. «Расохамапсу». Он учит тому, как обрести сознание Кришны. Это совсем не трудно. Он говорит, «Все пьют воду». Кто может сказать, «Я не пью воды?» Тогда почему вы не видели Кришну? Кришна говорит «Расохамапсукаонтею». Как только вы ощущаете этот вкус, вы точно же понимаете, кто такой Кришна. Что в этом трудного? Если вы постараетесь понять Кришну, следуя этому простому пути, постепенно у вас разовьется сознание Кришны. Сознание Кришны пребывает в сердце каждого, потому что каждый является неотъемлемой частью Кришны. Как неотъемлемая часть золота, это золото. Возможно, в этой частичке золота много пыли и примесей, но его нужно просто очистить, и тогда оно станет золотом. Точно так же все сознают Кришну, но из-за общения с материей он или она думает, что отделены от Кришны. Но в действительности каждый из нас, каждый является неотъемлемой частью Кришны, неотъемлемой частичкой Кришны, так же как капелька морской воды, она также содержит те же химические вещества, тот же состав. Точно так же мы того же состава, что и Кришна. Разница лишь в том, что Он большой, а мы маленькие, мы частицы. Итак, сознание Кришны — это наше естественное состояние, оно есть у нас. Но в настоящий момент, из-за нашего общения с Майей, материальной энергией, мы забыли о Кришне. Так это забвение проявляется в нашем желании наслаждаться материальным миром, Бхога Ванча. Все стараются наслаждаться материальным миром, насколько это возможно. Это называется материальный мир. Только люди, которые сознают Кришну, не пытаются наслаждаться этим материальным миром, но пытаются связать все в служении Кришне. В этом разница. Например, мы принимаем Кришна-прасад. Все едят. Мы тоже едим. Но мы не едим пищу непосредственно. Все, что мы готовим, все, что мы собираем, прежде всего, мы это предлагаем Кришне, потому что мы считаем, это факт. Это Кришна. Кришна дал нам это. Вы не можете произвести рис, дал или пшеницу на своем заводе. Ни фрукты, ни молоко. Это дает Кришна. «Эко баху нам видадхати каман». Он дает. Нужно это признать. Да, это дает Кришна. Это принадлежит Кришне, поэтому сначала нужно это предложить Кришне и затем принять прасад. Это сознание Кришны. Что в этом трудного? Каждый может это сделать, но они этого делать не будут. Они будут услаждать свой язык, но это запрещено. Если вы просто едите, вы едите один лишь грех. Как вы можете быть счастливым? Вам придется страдать. Кто готовит для Кришны? Никто не готовит. Кроме преданного Кришны, никто не готовит для Кришны. Все думают, этот сандэш, расагула, пури и мясо, и курица, я это съем до полного удовлетворения. Поэтому человек поглощает эти грехи. Все это грехи. Аггам Папа. Ему придется страдать за это. Поэтому люди страдают. Без сознания Кришны всем приходится страдать. Таков закон природы. Этого не избежать. вы можете быть счастливыми, только если вы душа преданная Кришне. Это единственный путь. Итак, у нас есть это природа любить, но мы не знаем, как любить. Куда направить свою любовь? Этого мы не знаем. На Кришну. Опять же, если вы поливаете корень дерева, вода распределяется по всем веткам, по листьям, по цветам. Если вы кладете пищу в желудок, энергия распределяется по всему телу. Это понятно каждому. Кришна — корень. Ахам Сарваса Прабхова — он корень. Но мы пренебрегаем этим корнем. Мы пытаемся лить воду на листья. Листья высохнут, и наши усилия, они не принесут плода. Это именно и происходит. Так называемое гуманитарное служение обществу в отрыве от Кришны. Это то же самое, что поливать листья дерева, не поливая корень. Это бесполезный труд. Точно так же, любое служение, которое вы оказываете обществу, общине наций, делайте это в сознании Кришны, тогда вы достигнете совершенства. В противном случае такая деятельность всегда будет оставаться несовершенной. Те люди, которым вы служите, они никогда не будут счастливы, и вы не будете счастливы. Таково движение сознания Кришны. Люди просто тратят свое время зря. Шрама Эвахи Кевалам. Просто попусту тратят свое время на так называемое гуманитарное служение. Все необходимо использовать в связи с Кришной. Простой метод. Прежде всего, попытайтесь постичь Кришну, постарайтесь полюбить Его, и ваша любовь будет распределяться не только на вашу семью, на вашу общину, но на весь мир, на всех животных, на всех насекомых, на все деревья. Вы никогда не будете чувствовать побуждение причинить им вред, даже муравью. Если дерево срубают, это приносит боль Кришна Бхакти. Другие равнодушны к этому, но преданные, они очень симпатизируют. Сейчас деревья, рубят напропалую. Это тоже греховная деятельность. Они тоже живые существа. Вы не имеете права без необходимости их убивать. Это закон природы. Продолжай. Но нет знаний о том, куда приложить свою потребность любить, чтобы все могли стать счастливыми. Да. Если все общество примет сознание Кришны, все будут счастливы. если люди правительства, политики обретут сознание Кришны, хотя это очень трудно, как только они станут сознавать Кришну, они смогут совершать все эти злодеяния. это очень трудно. Но факт состоит в том, как Юдиштира Махарадж, когда он был царем, люди были настолько счастливыми, что даже не было чрезмерного холода или чрезмерной жары. Люди не чувствовали каких-либо беспокойств, тревог. Об этом сказано в Бхагаватам. Если царь, если правительства станут преданными, то естественным образом праджи будут счастливы. Почему сейчас люди так хотят Рамараджи? Потому что глава государства был наичистейшей личностью. На бенгальском языке говорится, если царь грешник, то все царство пропадает. Если в семье жена грешница, то семья пропадает. Вся семья. Это расхожая поговорка. Проблема в том, мы критикуем правительство. Столько жалоб к правительству. Но на самом деле нет повода жаловаться, потому что мы не сознаем Кришну. Поэтому мы избираем своих представителей, глупцов и негодяев. Как мы можем ожидать хорошее правительство? Станьте сами сознавать Кришну и изберите своего представителя в сознании Кришны. И тогда правительство будет хорошее. И вы будете счастливы. Продолжай. Это недостающее звено Кришна. И нектар предности учит нас, как пробудить в себе изначальную любовь к Кришне и как оставаться в этом состоянии, в котором можно по-настоящему наслаждаться жизнью. Да, без сознания Кришны не может быть счастливой жизни. Не сомневайтесь в этом. Вы можете прилагать множество попыток. Лидеры могут пытаться. Но это не будет возможно. Например, положение в Индии. Мы думали, если англичан изгнать, мы будем счастливы. Тогда не будет этих столкновений между индусами и мусульманами. Мы строили множество предположений. У нас будет Рама Раджи. Но что такое Рама Раджи? Сейчас везде сражения. Сейчас не только между индусами и мусульманами. Сейчас в Андре и в других провинциях люди дерутся. Эти сражения будут продолжаться до тех пор, пока мы не обретем сознание Кришны. Продолжай. В первый период своей жизни ребенок любит своих родителей, затем братьев и сестер, а вырастая, начинает любить свою семью, общество, страну, нацию и даже все человечество. Но даже любовь ко всему человечеству не может удовлетворить нашу потребность любить. Мы не сможем реализовать ее полностью, пока не узнаем, кто является высшим объектом любви. Когда Вьясадева завершил свой труд над Писаниями, он закончил все веды, Пураны, даже Брамасутру, но он не был счастлив. И тогда его духовный учитель спросил, Нарада спросил, почему ты не счастлив? Ты сделал столько работы, и он не смог объяснить. он сказал, я не знаю, почему я не счастлив, но поскольку вы мой духовный учитель, вы можете сказать. И тот намекнул, поскольку ты не описал верховную личность Бога, поэтому ты не счастлив. Сейчас постарайся рассказать о верховной личности Бога, именно о нем. И потому Вьясадева написал этот Шимад Бхагават, вы прочтете об этом в третьей главе первой песни. мы не сможем реализовать ее полностью, пока не узнаем, кто является высшим объектом любви. Потребность любить можно удовлетворить полностью только когда наша любовь направлена на Кришну. Да, он высший объект нашей любви. Он самый красивый, самый богатый, самый знаменитый, самый мудрый. Во всех отношениях он самый. Мы любим кого-то. Если в ком-то проявляется хотя бы одно из этих достояний, допустим, человек очень богат или щедр, мы любим его. Задумайтесь о том, насколько Кришна богат, насколько он щедр. Он раздает свое богатство, он кормит миллионы, миллионы живых существ каждый день. Мы гордимся, если мы можем накормить 100, 200, 500, 2000 человек. Но представьте себе, по всей вселенной миллионы, миллионы слонов, и Кришна всех их кормит. Столько животных, откуда они достают себе пищу, столько птиц. на самом деле, нет нехватки в пище. Пищи не хватает только человеческому обществу или животным, которые живут с людьми. Потому что, на самом деле, человеческое общество злоупотребляет своим развитым сознанием, поэтому они оказываются в этом бедственном положении. в настоящий момент по всей Индии не хватает воды. И людям приходится идти на множество ограничений. Но в Бхагавадлите сказано «яги бхагавати парджанья». Люди не совершают яги, и поэтому природа ограничивает их. Об этом сказано в Писаниях. Люди не совершают яги. Они думают, что при помощи науки, при помощи электричества, при помощи того и этого, мы все устроим. Но в электричестве их тоже ограничивают. Но электричество тоже не достает. И одно за другим, одно за другим. Поскольку если верховный распорядитель не даст санкций, то миру не принесет удовлетворение ваш так называемый научный прогресс, ваше социальное служение. Это невозможно, и этот секрет известен преданным. Дальше. только когда наша любовь направлена на Кришну, она может принести полное удовлетворение. Это главная тема нектара преданности книги, которая учит, как любить Кришну в пяти различных трансцендентных расах. Кришна Кришна в том, чтобы научить людей любви к Кришне. В этом заключается проповедь движения сознания Кришны. Это решит все проблемы, и люди будут счастливы, и все изменится. В этом предназначение движения сознания Кришны. Вопросы? Кришна подобен солнцу в 6.30 утра. Да, да. Кришна является и совершает свои игры, и затем Он исчезает, и затем появляется в другой вселенной, или Он... Кришна не появляется и исчезает. Кришна всегда присутствует, но нам кажется, что в определенный период, как солнце, солнце всегда в небе, но днем мы его видим, а ночью нет. Поскольку ночью мы не видим солнца, это не означает, что его нет. Поэтому мы не видим его из-за несовершенства наших глаз. Точно так же Кришна всегда присутствует, и тот, у кого есть глаза, может его видеть. Когда все обстоятельства благоприятствуют этому, он видит его. Кришну можно видеть всегда, если у нас есть глаза. как изменить эти глаза Приманджану Чурита. Когда они умощены бальзамом любви, этими глазами вы можете увидеть Кришну. Кришна всегда присутствует. Он присутствует повсюду. не думайте, что Кришна отсутствует. Кришна всегда здесь. У нас просто нет глаз его увидеть. Поэтому мы должны подготовить глаза. Когда ваши глаза станут нирмала, когда вы откажетесь от всех этих титулов и обозначений «Я индус, мусульманин, я христианин, я американец, я индейец, я черный, я белый» — все это обозначение. Когда вы откажетесь от всего этого, когда вы станете Брамабута Прасанатмой, я не имею с этим ничего общего, я вечный слуга Кришны. Когда вы придете в это сознание, вы увидите Кришну. Кришна всегда присутствует. Преданный по-настоящему видит Кришну, а непреданный видит здесь латунную статую, почему они говорят, «Где ваш Кришна?» Вот Кришна. Как, Хирани Кашипо бросила вызов прохладе Махараджи. «Где твой Кришна? Я убью тебя сейчас, и посмотрим, придет ли твой бог, защитит ли тебя». Атеисты так говорят, но тот, кто прошел обучение в сознании Кришны, обладает глазами, которые способны всегда видеть Кришну. Если бы здесь не было Кришны, тогда все Ачари, которые устанавливали божества в миллионах храмах, оказались бы глупцами и негодяями. Неужели они просят нас поклоняться камню и дереву? Нет. Кришна здесь есть, но у нас просто нет глаз, чтобы увидеть его. В этом разница. Как только Чайтанья Махапрабху увидел Джаганадху в пуре, он тотчас же потерял сознание. Вот мой Господь, и он упал в обморок. Поэтому мы должны создать эти глаза, чтобы увидеть Кришну. Это придет постепенно. мы не можем видеть Кришну, мы не можем приказывать Кришне, иди сюда, я посмотрю на тебя. Нет, он откроет себя, будучи довольным вашим служением. Вот я, посмотри теперь на меня. Поэтому нам нужно ждать этого откровения. Это не произойдет через сил. Сила здесь не помочь. Кришна не наш мальчик на побегушках, слуга. Кришна, подойди-ка сюда, я посмотрю на тебя. Нет, нет, так не сработает. Вы должны быть смиренны, прежде всего, вы должны предаться, следовать правилам, ограничениям, сходить с ума по Кришне, как Читтане Махапрабху, говинда вирахенаме. мир для меня опустел, потому что я не вижу говинды. Например, если ваш дорогой сын умер, весь мир кажется вам опустевшим. Вы не видите ни мчащихся машин, ни людей. Мир кажется вам опустевшим. Почему? Из-за любви. Точно так же, когда мы придем к этому положению, мы будем чувствовать, что все опустело без Кришны. Именно это верное, нужное положение, чтобы увидеть Кришну. Господь Читания говорит, я не предан Кришне, но Господин, ты же всегда плачешь по Кришне, а это я делаю просто напоказ, я хочу выставить себя великим преданным Кришне. А как же нам понять, что ты нас не обманываешь, потому что я до сих пор живу. это означает, что у меня нет любви к Кришне, потому что иначе я бы давным-давно умер, так сказал Читания Махапрабху. Вот когда к нам придет этот экстаз, эта жажда, тогда мы сможем видеть его постоянно. Приманьяна Шарита Бхакти 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 Санта Садайва Круглые сутки вы сможете видеть Кришну. Вы не увидите ничего кроме Кришны. как когда восходит солнце, как только оно поднимается, вы взлетаете на самолете и летите в сторону запада. Если вы будете лететь в сторону запада, то всегда будет день. Мы это видели, когда летели из Парижа в Лондон. Солнце не заходило. Мы взлетели из Парижа в 12 часов и пролетели в Лондон в 3 часа. В Лос-Анджелес, да. В Лос-Анджелес в 3 часа. И нам потребовалось 11 часов, но солнце так и не заходило. Все время было 3 часа. но на самом деле прошло много часов. Точно так же, если вы всегда будете пребывать в сознании Кришны, Кришна не исчезнет из поля вашего зрения. Он не скроется с ваших глаз. Вы должны знать метод. Я прав? сейчас если у вас есть вопросы задавайте. Я понимаю, что нельзя увидеть Кришну своими глазами, однако я спрашивала о деталях явления Кришны в материальном мире. Я хочу узнать, являлся ли Кришна на этой планете 5000 лет назад в определенное время. означает ли это, что он появится вновь в другой вселенной? Да. Опять же, в 6.30 солнце восходит. Как только оно проходит Индию, в 6.30 в другой стране оно встает. Как только оно проходит над этой страной, в 6.30 в другой стране происходит восход. Всегда в 6.30. Точно так же в 6.30 в 12.30 в 3 часа все время 24 часа в сутки солнце всегда где-то находится. Точно так же Лила Кришны с самого его рождения до его ухода всегда где-то проходит. Уход означает исчезновение из моего поля зрения, но Кришна сам не исчезает. Как Кришна говорил, здравомыслящий человек понимает этот человек он не умер. Он не умер. Он просто переместился из этого тела в другое. Например, когда младенец становится мальчиком, мама же не плачет, о, где же мой младенец, где мой малыш. Она знает, что он просто поменял тело. Точно так же человек, который понимает о том, что душа переселяется, он знает, что мой отец, мой брат не умер. Он просто поменял тело. Дхирас Татра на Мохъяти. Человек должен стать Дхирой, серьезным, здравомыслящим, чтобы понять реальность, как она есть. Итак, движение сознания Кришны это попытка сделать людей Дхира, а не Адхира. Адхира не способен понять. Но даже Адхира может понять Дхира Адхира. Совершенный преданный дорог как Дхирам, так и Адхирам. Банди Рупа Санатана Яг Жига Сри Жига Бхоп Парам. Сэр, пари Дхивоти, Бодхи Дхира и Адхира welcome. Поэтому преданный приветствует как Дхир, так и Адхир. Мы не говорим, что сюда должны приходить только совершенные люди. Нет, совершенные вы или несовершенные, приходите сюда, участвуйте в движении сознания Кришны. Дхира Адхира не важно кто вы, потому что тот, кто Адхира общаясь с Дхирами тоже станет Дхирой. Например, если человек не употребляет спиртного, но если он общается с пьяницами, он тоже станет пьяницей. Точно так же движение сознания Кришны предоставляет шанс каждому. Как этот стих? Прелесть сознания Кришны в том, что даже самые грешные люди могут вернуться домой к Богу. Что говорить о благочестивых праведных браманах? Они уйдут. Даже грешники, если они примут сознание Кришны, они тоже отправятся в духовный мир. Это замечательное движение. Могу я спросить, вы сказали о переселении душ. Поднимитесь. О переселении душ или реинкарнации. Если вы верите в это, не могли бы вы мне ответить, каким образом тот, кто обрел новое тело, новую жизнь, и не помнит ничего о прошлом. Например, я страдаю сегодня, потому что я что-то сделала в прошлом. но я должна полностью осознавать о любовь в форме наказания. А вы помните с вашего рождения до сегодняшнего дня, вы помните все? Нет. Тогда почему вы забываете, даже уже в этой жизни, вы забываете? то, что происходило в этой жизни, в вашем детстве, столько всего происходило. но все ли вы помните? Это не означает, ведь, что вы этого не делали? Нет. Поэтому вы помните или не помните, это не имеет значения. Это ваша природа, вы забываете. Вы не помните даже события этой жизни, как вы сможете помнить о событиях вашей прошлой жизни. Вы забываете, это ваша природа, вы настолько несовершенны, что вы даже забываете, что было два часа назад. Это ваша природа. Но это не означает, что вы этого не делали. И кроме того, помните вы или не помните, допустим, ваши старшие помнят. Мое дорогое дитя, говорят они, когда ты была маленькой девочкой, ты это сделала, но вы не помните. Точно так же Кришна есть. Ануманта, Упадрашта, Он знает все. Вы можете забыть, но Кришна помнит. Ты хотела этого, хорошо, возьми. Ты трудился ради этого, хорошо, сейчас я отдаю тебе эту возможность, воспользуйся. Ты хотел есть все, все подряд, без разбора, хорошо, сейчас стань свиньей. это благословение Кришны. А если ты хотел меня, я был нужен тебе, ты пожертвовал ради меня всем, пожалуйста, иди ко мне. Поэтому в зависимости от ваших поступков, от вашей деятельности, наша нынешняя жизнь является подготовкой к следующей жизни. Либо мы выбираем лучшую жизнь, либо живем греховной жизнью, неважной жизнью. Например, если вы хорошо учитесь, вы обеспечите себе хорошее будущее. Если же вы не ходите в школу, как можно рассчитывать на лучшую жизнь? Точно так же кармана, да и ванетрина, в зависимости от вашей кармы. Если вы заработали, если вы тяжело трудились ради достижения хорошего места, вы получите его. То есть нет конца самсари. Вы очень разумны. Да. Таким образом мы создаем наши кармы. Мы получаем одно тело за другим. Поэтому если мы хотим выбраться из круговорота рождения и смерти, мы должны предаться Кришне. Тогда у нас появится возможность тягтвадэхам, покинув наше нынешнее тело. Пунарджан Манайати, мы больше не рождаемся в материальном мире. Для этого существует сознание Кришны. Это лучшее служение человечеству, чтобы положить конец к круговороту рождения и смерти и вернуться домой, к Богу. В этом особое благословение сознания Кришны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok